здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали и так сегодня продолжаем базовый курс продолжает работать ника я продолжаю только рисовать вот честно серьезно я бы посадила бы какого-нибудь мастера рядом с собой который бы наращивал ногти я бы на них только рисовала это был бы прям идеальный вариант если бы еще мастер при этом бесплатно работал было бы вообще конечно хорошо я неких конечно такой вариант предложил она почему-то отказалась не знаю почему ну да ладно в общем сегодня у нас ника сама себе левой рукой на правой наваяла вот таких вот потрясающих ногтей да с цвета передачей вернее с подобранными оттенками цвета мы с ней тоже не согласились такое себе нам очень было интересно попробовать цветное ложе розовый мы сделали на одной руке серенький мы сделали на другой но сам вот этот вот оттенок серого я замешала ну такой себе на любителя почему потому что он слишком грязно выглядит если бы он был бы серо-серебряный было бы наверное и интереснее а так поскольку он такой вот грязновато серый к нему очень сложно подобрать какое-то сочетание других оттенков при этом я ники предлагала разбавить это все серебром но она сказала нет мне золотишко сверху золото сюда еще так себе тоже не очень-то хорошо пошло в общем в любом случае с подбором цвета мы сегодня накосячили но вариант выполнения в принципе такой возможен то есть на любителя но любитель то как раз таки найдется сегодня мы с ней отрабатывали но вернее не сегодня сегодня я монтирую отрабатывали мы с ней черти когда давно в инстаграме вы все были в курсе потому что в инстаграме все выкладывается день в день там stories всякое такое если вы следите там как раз таки день в день вы знаете когда мы это делали в любом случае не к сделала себе ногти я на них рисую людника отрабатывала в этот день моделирование миндаль и рисованный френчика обратите внимание напоминаю левой рукой человек себе все делал френч нарисованный левой рукой очень красивый френчик получился ну и рисовать мы сегодня будем опять же не что очень интересное с применением китайской техники росписи китайки вчера на второй руке мы нарисовали потрясающе красивый дизайн я еще не знаю собрали мы там тысячу лайков или не собрали потому что монтирую я эти оба ролика в один и тот же день поэтому я посмотрю об этом попозже но тем не менее рука была очень красивая если вы не видели ролик который вышел вчера на канале посмотрите потому что это было очень красиво цветы получились потрясающие дайте мне номер телефончика мастера который так умеет рисовать ну и на второй руке для того чтобы эта рука не выбивалась мы тоже будем добавлять китайку и так видели я кружочки нарисовала там будут цветочки вот все видели вот эти кружочки это и есть будущие цветы на наших пальчиках никто не догадается что там будут за цветочки еще я сама в этот момент не знаю какие цветочки мы там будем рисовать но тем не менее заготовки под цветочки я оставила всю остальную поверхность ногтя забиваю вензельными элементами что такое вензельный элемент это когда мы делаем капельку и вытягиваем тоненький хвостик чем больше капелька чем тоньше хвостик тем интереснее получается вензель очек после того как мы просушили нашу красочку буквально 2 секундочки 3 секундочки 4 секундочки короче не пересушиваем эту краску в лампе иначе в нее пигмент втираться будет плохо ей достаточно буквально несколько секунд чтобы подхватиться потом уже с затертым пигментом мы все это будем досушивать до окончательной просушки так вот просушили две-три секундочки в лампе натерли пигмент излишки очень внимательно струсили при помощи щеточки потому что если вы не струсите излишки у вас потянется все это за кисточкой с финишем во первых у вас будет полная банка финиша пигмента вы испортите себе финиш и такое уже случалось у учеников на курсах поэтому это действительно проблема а во-вторых пигмент весь по всплывает и никакого ощущения литья и вот это вот вот гладкого золота у вас не получится будет шагрень будет все такое волосисто пушистое в любом случае именно металлического эффекта у вас не сохранится поэтому внимательно затираем пигмент и внимательно убираем излишки не боимся тереть по пигменту сверху какими-то не было щеточками но только не жесткими да не надо вот жесткую щетку для убирания пыли брать мягенькая кисточка мягенькая щеточка можно просто взять сухой ватный диск и убрать излишки им просто протереть ноготочек ватным диском и тогда у вас получится что все лишние частички пигмента вы уберете ничего вас всплывать не будет в любом случае техника литья пигментами это на данный момент по моему лучшее литье которое можно придумать все литье началось с отпечатыванием фольги на липкий слой геля или гель-лака сейчас кстати эта техника тоже применимо но когда заходит разговор про именно тонкие линии прорисовку и все вот эти вот красивые элементы то лучше литья пигментами ничего не придумаешь потому что фольга все равно вот так вот красиво не ложится если вы обратите внимание на моих ногтях тоже было когда-то литье на весь ноготь очень красиво было до того как я его пилкой все поспиливала видите да как красиво она у меня все поспелено не потому что у меня с торцов все по затиралась постиралась или по сдиралась а потому что все торцы у меня пилятся а пилочку на мизинчике которые пилочку не пилится там все с торцом нормально весь пигмент держится кстати мои страшные ногти на канале тоже были и кто смотрел тот знает зачем я над вот такой вот ужас ужас себе на руках наделала а кто не смотрел но тот сам виноват в любом случае у нас были кружочки мы наполняем их цветочками китайкой в два цвета красочки очень просто здесь не будем там что-то там выдумывать не будем усложнять себе сами жизнь мы нарисовали вот такие вот ромашки не ромашки пятилистники мне пятилистники что-то такое очень интересное и серединке всех этих цветочков выставляем затемнение ставим точечку и слегка растушевываем ее по направлению от центра к краям лепестков для того чтобы затемнить центры цветочков и для того чтобы добавить вот такие вот типа реснички не реснички в центр цветка опять же эти линии у нас получаются очень тоненькие очень интересные и очень сильно освежают всю нашу композицию после того как мы выполнили все подготовительные работы перекрываем финишным покрытием обратите внимание на кисточки от финиша ни одной частички пигмента у нас нет потому что все прилепленные никуда у нас не тянутся и далее конечно же добавляем беленькой красивенькой тоненькой прорисовочки можно было прорисовать только цветочки но это скучно и не про нас поэтому мы прорисовали цветочки поставили им серединке точечки дальше по ногтевому ложу я поставила еще белых точечек для того чтобы разделить ложа и кончик у нас же все-таки рисованный френч надо все-таки как-то разделить моего золотом все в кучу собрали и теперь вообще непонятно что у нас там был френч не френч рисовали не рисовали короче все испортили вот поэтому для того чтобы вернуть ощущение френча на место берем белой линии разрезаем ноготь на две части теперь у нас явное ложе и явный френч собственно говоря на второй руке повторяем все те же самые манипуляции детки ну посмотрите как красиво получается ну здорово же золотого в дорого богато все как мы любим очень круто очень красиво бедные цыгане сдохли от зависти короче все как обычно надеюсь вам понравилось надеюсь вам было интересно полезно мы с вами увидимся в новых уроках собираем таки лайки на красивый мастер-класс по китайке я на сегодня с вами прощаюсь всем до новых встреч пока а Продолжение следует...